Последние открытия позволили ученым выдвинуть невероятную теорию. Что если наша Вселенная создана искусственно? Ведь только в нашей Солнечной системе 8 планет, и каждая из них движется согласно своей траектории. Но почему планеты никогда не сталкиваются? Кто придумал для них этот четкий план движений? Известный ученый с мировым именем, председатель фонда научных исследований Турции Актар Бабуна, много лет занимается проблемой появления Вселенной и жизни в ней. Он убежден, Вселенная это творение высшего разума. Так Актар считает, что все процессы во Вселенной настолько продуманы и упорядочены, что нет сомнений в их намеренном сотворении кем-то свыше. Орбита, которую очерчивает Земля, ни разу не нарушилась и на толщину волоса. Ведь даже трехмиллиметровое отклонение от орбиты породило бы невероятный природный катаклизм. Если бы отклонение было не 3 миллиметра, а 2,8 миллиметра, то орбита была бы слишком большой, и мы все замерзли бы. А если отклонение орбиты составляло бы 3,1 миллиметра, то все люди умерли бы от нестерпимой жары на Земле. Долгое время официальная наука считала, что Вселенная зародилась случайно, в результате большого взрыва. Однако последние исследования ставят эту теорию под сомнение. Как мог всего один взрыв положить начало такой сложной системе, где все продумано до мелочей? Как материя, которая возникла после Большого взрыва, неожиданно превратилась в аккуратные и совершенные формы, как планеты и их спутники? Все физические величины в нашей Вселенной совершенно точно находятся в очень узких рамках. Но это единственные возможные рамки, в которых может быть жизнь. Одним из первых теорию искусственного происхождения Вселенной научно обосновал физик, профессор университета из штата Аризона Пол Дэвис. Ученый провел сложные вычисления и выяснил, что большой взрыв по всем параметрам не мог произойти случайно. Он был невероятно точно рассчитан по своей силе и скорости. Словно кто-то, создавая эту космическую бомбу, точно знал, какого результата он хочет добиться. Если бы скорость расширения отличалась от существовавшей хотя бы на одну триллионную долю секунды, то Вселенная не возникла бы. Тщательные расчеты определяют скорость расширения как критическую, при которой Вселенная вышла бы за пределы собственного тяготения и начала бы расширяться бесконечно. Если бы эта скорость была немного меньше, то космос разрушился бы быстрее, и космическая материя давным-давно рассеялась. Но если эта теория верна, то возникает главный вопрос, кто устроил большой взрыв и придумал правила, которым в нашем мире все беспрекословно подчиняется. В 1965 году американские астрофизики Арно Пензиас и Роберт Фильсон сделали невероятное открытие. В своей лаборатории в Нью-Джерси ученые работали над новым типом антенн для радиотелескопов. Неожиданно они обнаружили неизвестный источник излучения. Изучив его подробнее, ученые с удивлением поняли, что с таким типом радиации еще никто не сталкивался. Более того, оказалось, что на Земле не существует его аналогов. Но что же стало причиной такого сильнейшего радиационного фона? Эта радиация получила название космической фоновой радиации. Она не была похожа ни на какую другую радиацию во Вселенной, вследствие ее необыкновенной однородности. Она не локализовалась в каком-то определенном месте и не имела какого-либо источника. Напротив, она была распределена в равной степени повсюду. В поисках ответов американские ученые обратились к открытиям прошлого. И неожиданно выяснилось, что еще в 1948 году русский астрофизик Георгий Гамов выдвинул гипотезу о том, что если большой взрыв действительно был, то после него в космосе должно было остаться огромное количество остаточной радиации. Однако тогда у Гамова не было технической возможности обнаружить следы этой радиации. И только спустя почти 20 лет ученые смогли выяснить, с чем им пришлось столкнуться. Неужели Пензиас и Фильсон обнаружили радиацию, которая осталась после Большого взрыва? Турецкий ученый, доктор медицинских наук Джихад Гюндогдо убежден, космическая радиация после Большого взрыва действительно сохранилась и спустя тысячелетия достигла пределов Земли. Все эти расчеты и открытия показывали, что материя и энергия были сконцентрированы в одной точке с нулевой массой и с бесконечной плотностью. И в момент взрыва из этой точки возникли материя и время. Давайте представим себе, что такое нулевой объем. Нулевой объем — это ничто, небытие. Значит, тот самый миг сотворения — это миг сотворения из ничего, из небытия, где не было ни времени, ни пространства. Официальная наука утверждает, что до Большого взрыва абсолютно ничего не существовало. И даже не было космического пространства. Но тогда что и где взорвалось? И если все-таки взорвалось, то значит мир появился вовсе не из пустоты. И если это действительно так, то откуда в космосе взялась точка, из которой впоследствии родилась наша Вселенная? Как она создавалась, это никто сказать просто не может, как она создавалась. Когда это было все начало, и был ли это Большой взрыв, или что-то было другое. Но если наша Вселенная образовалась не в результате Большого взрыва, то как? Некоторые исследователи считают, что ответы на эти вопросы кроются в древних легендах и священных текстах. Так греки верили в то, что мир был создан богами из хаоса, который раньше заполнял все пространство. Они считали, что из бесформенного и безграничного беспорядка родился весь мир, появились созвездия и планеты. Затем на планетах образовались горы, а после разлились и моря. И все это сделали боги своими руками. Сама идея богов, кстати, которая является одной из основополагающих идей всей человеческой истории, она очень странным образом появилась на нашей Земле. Ведь та версия, которая существует у ученых, она, на мой взгляд, не выдержит критики. Мол, люди и придумали богов для того, чтобы как-то в этом мире им было более уютно жить и понимать, что же происходит. Но на самом деле здесь заложена какая-то большая айтана. Что если все легенды о могущественном Творце, который создал весь мир, правда? И существует божественный план, согласно которому развивается наш мир, и в котором прописана история всего человечества. И, быть может, все знания о происхождении мира древним передали сами боги. Маленький сувенирный шар. Если его не трогать, то он кажется пустым. Но стоит лишь немного его встряхнуть, как сотни мелких частичек разлетаются по всему свободному пространству. Они медленно кружатся в шаре до тех пор, пока снова не упадут на дно. По такому же принципу, считают ученые, после Большого взрыва материя распределилась по всей Вселенной, создавая галактики, звезды и планеты. И точно так же однажды материя может вернуться в исходное состояние, то есть собраться в одну точку. Вселенная вновь начнет затягиваться в то состояние, в котором она находилась до своего появления. Конечно же, большой хлопок – это всего лишь теория. Она не является абсолютно доказанным процессом. Потому что мы этого еще не переживали. И мы не можем показать материальные доказательства того, что произойдет в будущем. Но есть законы физики, и есть расчеты математиков, которые логически показывают, что этот процесс сжимания когда-то должен начаться. Неужели когда-нибудь наступит момент, когда Вселенная снова схлопнется в одну точку? Но что тогда станет с нашей Вселенной и со всеми людьми? Исчезнем ли мы? Или некая высшая сила снова встряхнет шар? В июле 2012 года группа авторитетных ученых, проводившая эксперименты с Большим Адронным Коллайдером, выступила с сенсационным заявлением. Они объявили, что обнаружили частицу Бога – микроскопическую крупицу, из которой, по их мнению, состоит весь мир. Эту частицу они назвали «бозоном Хиггса». Мы с вами и есть весь мир. То, что мы видим и называем материальным. Но если однажды бозон Хиггса, или, как ее именуют иначе, частица Бога, по какой-то неведомой нам причине вдруг прекратит действовать, то вся материя просто рассыплется, ведь ничто не будет уже удерживать вместе те атомы, что составляют нас и все вокруг. В Коллайдере физики создали уникальные условия, которые, согласно их расчетам, существовали в момент появления Вселенной. Колоссальная энергия, бушующая в многокилометровом подземном тоннеле, спровоцировала взрыв невиданной силы. В результате этого взрыва появилась частица, которую ученые искали в течение долгого времени и назвали частицей Бога. Однако дальнейшие эксперименты заставили ученых усомниться в своих первоначальных выводах. И сейчас они не столь уверенно говорят о результатах своей работы. Все чаще слышна формулировка «частица, которая по некоторым свойствам напоминает частицу Бога». Но что такое частица Бога? По теории философии синтеза, в принципе, большой взрыв – это жертва Творца. То есть Творец поджертвовал своим телом, которое распалось на большое количество, ну, можно назвать, атомов, частиц и так далее. Так и появилась частица Бога. Но как искать то, чего никто не видел? В поисках ответов на этот вопрос исследователи обратились к трудам русских космологов, которые в середине 19 века занимались научными поисками частицы создателя. Согласно одной из версий, вначале существовал только высший разум, но затем он пожертвовал собой, чтобы создать весь мир. Бог распался на мелкие частицы, которые просто парили в пространстве. Но вскоре в новой для себя космической среде божественные клетки стали организовываться в некие формы. Начался процесс эволюционирования этих клеток. И вот первый этап – это создание пространства одномерного, в котором клетка стала эволюционировать и, ну, скажем так, входить в более такое телесное выражение, то есть форму, оформляться. Благодаря этому распаду стали создаваться планеты, звезды, то есть материя определенная. Если эта теория верна, то каждая планета нашей Вселенной является частицей высшего разума. Более того, исследователи предполагают, что клетки Творца постоянно совершенствовались, и именно так появилось пространство и время. Но самое невероятное в том, что совсем недавно исследователи нашли подтверждение тому, что именно частица Бога положила начало жизни на Земле. Избыточная энергия, тот дух создал жизнь во Вселенной, но мы еще и говорим о клетках, о клетках Творца, которые имеют определенную запись и генокод. И вот эти клетки, в данном случае, как мы видим, которые зависли над материей, которую мы знаем как планета Земля, стали постепенно развиваться, эволюционировать. Под воздействием частиц, которые парили над Землей, стали образовываться тонкие полупрозрачные структуры. Это были сгустки энергии, которые внешне напоминали лишь рассеянный дым. Шел процесс оформления телесного и пространственного на нашей планете. То есть это вопрос взаимосвязанный очень друг с другом. Поэтому как оформляется пространство, так развивается, скажем, телесность. Как развивается телесность, оно и влияет на развитие самого пространства. То есть это процесс обоюдный, взаимопересекающийся. И следующим этапом это одномерное пространство, когда стало образовываться тело больших размеров. Еще одно подтверждение этой невероятной теории ученые обнаружили в легендах о зарождении древних цивилизаций. В одной из них сохранилось упоминание о том, что именно частица Создателя дала начало первой цивилизации на Земле, Лемурийской. По преданию, представители этой расы обладали тонкими телами. И как же оно вообще передвигалось тяжело. Почему нам трудно это представить? Потому что сейчас мы живем в одних пространственных характеристиках, а те тела развивались в совершенно иных. Однако на этом процесс преобразования не закончился. Пространственные характеристики продолжали постепенно меняться. Из одномерного мир преобразовался в двумерный. Вместе с этим изменился и внешний облик всех живых существ. Следующая раса, которая называется, всем известно, Атлантическая раса, Атланты, это уже человеческие тела, которые вышли из воды, которые могли уже передвигаться по суше. Они имели размеры уже гораздо меньше, от 3 до 5 метров в высоту. То есть это уже не плавающие тела, а ходящие, или как, двигающиеся по суше. И они развивались в пространственной характеристике соответствующей двумерности. Вслед за расой атлантов появились арийцы. Первыми представителями этой цивилизации стали Адам и Ева. Так частица Бога дала начало всему человеческому роду. И несмотря на то, что некоторым ученым эта версия кажется слишком фантастической, в начале 20 века в ее пользу нашлись неопровержимые доказательства. Британский физик Эрнест Розерфорд доказал, что строение Солнечной системы в точности напоминает строение атома. Только вместо Солнца в атоме находится ядро, а вместо планет – электроны. И если эта теория верна, то это может означать, что человек, планеты и вся Вселенная устроены по одному и тому же принципу. Все в мире, включая человека, состоит из вещества. Вещество состоит из молекул, а молекулы – это не что иное, как совокупность атомов. Но неужели это означает, что наша Солнечная система действительно лишь небольшая частичка, одна клетка невообразимых размеров тела Создателя? Мы видим окружающий нас мир, процесс на Земле. Мы, значит, знаем законы, по которым материя живет. Ну, законы физики и химии, они нам известны. А что там в этом невообразимом далеком и загадочном космосе? Другие законы физики и другие законы химии? Те же самые законы науки. Неужели в космосе, на Земле и на других планетах все устроено по одному и тому же принципу? Если да, то это может означать, что следы нашего прошлого и, быть может, подсказки о нашем будущем находятся где-то рядом. Быть может, процессы, которые идут на нашей планете сегодня, уже происходили миллиарды лет назад, например, на Марсе. И если окажется, что это действительно так, то у нас может появиться шанс пройти по чужим следам, не совершая собственных ошибок. Нужно лишь внимательнее присмотреться, чтобы отыскать эти следы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2006 год. Израильские физики обнаружили в космосе необычную вспышку. Ученые предположили, что за ней последует рождение новой звезды. Однако позже выяснилось, что зафиксированная вспышка не подходила ни под один из известных параметров и длилась 102 секунды. Для рождения сверхновой звезды это слишком долго. Когда вспышка погасла, никакого нового небесного тела на этом месте не появилось. Тогда физики поняли, что стали свидетелями чего-то необъяснимого. Но что увидели ученые? Академик Андрей Тюняев утверждает, израильские ученые наблюдали рождение необычного космического объекта, белой дыры, загадку которой науке только предстоит разгадать. Представьте, вы находите в невесомости, и у вас перед вами плавает такой сферический шарик воды, и вот она начинает кипеть. Вот тот газ, который из нее начинает выходить, вот это и есть примерно аналог рождения белой дыры. То есть она начинает пухнуть, 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 и на ваших глазах все это становится больше, 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 больше. Казалось бы, из ничего. Вот так вот рождается белая дыра. Ученый утверждает, что необычная белая дыра это полная противоположность известной астрофизикам черной дыры. Но белая не поглощает, а наоборот, выбрасывает в окружающее пространство материю. Более того, по мнению ученого, количество материи, которое выбрасывает белая дыра, настолько велико, что из нее может образоваться целая планета. Внутри Земли существует белая дыра. Белая дыра – это антипод черной дыры. А значит, технологии их существования, они взаимно противоположны. Вот если черная дыра – это космический объект, который уничтожает материю и превращает ее, так скажем, в излучение или в вакуум, то белая дыра – это который вакуум превращает в материю. Неужели внутри каждой планеты, в том числе и Земли, вместо ядра находится белая дыра? Академик Андрей Тюняев уверен, именно белые дыры не только рождают планеты. Они являются тем мощным источником энергии, которая помогает планетам функционировать. Белая дыра, словно реактор, постоянно пульсирует и выбрасывает из себя энергию в виде сгустков. Пока эти процессы идут, планета живет. Более того, за счет энергии, которую производит белая дыра, планета все время растет. А недавно, проведя ряд экспериментов, ученый пришел к еще более невероятным выводам. Андрей Тюняев предполагает, что именно благодаря белой дыре на планете появляется жизнь. И то, зародится жизнь или нет, зависит от размера белой дыры. Белая дыра, значит, что делать? Она обеспечивает планету электромагнитным полем защитным и притоком вещества, особенно водой. Вот первое вещество, которое в большом объеме после водорода формируется, это вода. Поэтому все планеты, которые молодые, и все, которые только растут активно, они все покрыты всегда водой. Как только вы видите перед собой планету без воды, но больших размеров, то перед вами, грубо говоря, труп планеты находится. Так, по расчетам ученого, сначала белая дыра выбрасывает в космическое пространство материю, которое затем формируется в планету. Белая дыра оказывается в центре самой планеты и продолжает выбрасывать энергию. Обогревая ее изнутри, она дает толчок естественным природным процессам на поверхности. В результате запускается эволюционная цепочка, и на планете появляются первые простейшие организмы. Эти организмы продолжают развиваться и постепенно превращаются в более сложные. Этот процесс продолжается до тех пор, пока внутри планеты живет белая дыра. Но что происходит, если белая дыра перестает вырабатывать тепло? В Марсе, вот, первоначально было для формирования этой планеты, выделено, грубо говоря, недостаточное количество вакуума. То есть он не смог, он весь переродился в вещество, но этого процесса хватило всего на один миллиард лет. Вот если бы, например, в пять раз больше было бы его, то хватило бы на пять миллиардов лет. И тогда бы Марс вырос побольше бы, и там немножко другие процессы были. Если эта теория верна, то белая дыра, находящаяся внутри Марса, вырабатывала слишком мало энергии для того, чтобы там появилась жизнь. Наша планета для того, чтобы дойти до современного этапа жизни, который мы представляем, она прошла примерно, ну, по разным оценкам, допустим, семь миллиардов лет. Это много. Однако гипотеза о существовании белой дыры в центре планет ломает все привычные представления не только о строении Земли, но и о появлении всех планет в нашей Солнечной системе. Большой взрыв, разлеталась материя. Почему только образовалась планета и галактика? Да. Вот пыль, например. Ну, говорит, она там как-то, гравитация сжалась, и получились планеты. Согласно общепринятой теории, Земля образовалась из некой туманности, которая состояла из космических частиц. И эти частицы то притягивались, то отталкивались. Но как туманность из тысяч отдельных частиц могла образоваться в одну огромную планету? Ну, реально пыль, она не сжимается. Мощный гравитационный объект. Нет такого закона. Пыль, она разлетается, как показывает опыт. И представьте себе, что образовались галактики и планеты на них, и очень тяжелая планета, но это очень сложно. Исследователь Петр Пол утверждает, теория возникновения планеты из космической пыли не имеет под собой никаких реальных расчетов. В 1896 году некий астроном Вихерт, кстати, тоже немец, он просто на основе анализа двух метеоритов, каменного и железного, взял и заявил, что Земля должна состоять из коры, мантии и железного ядра. Все. Это была первая попытка логически объяснить строение Земли. Однако даже эту гипотезу необходимо было подкрепить расчетами. Именно поэтому в 1906 году ученые попытались отыскать доказательства того, что в центре планеты действительно находится ядро. Для этого они с помощью специальных приборов пустили по поверхности Земли искусственную волну, а затем зафиксировали колебания, которые образовались в недрах планеты и на ее поверхности. Так ученые получили график, по которому смогли определить плотность слоев внутри планеты. Впервые были проведены сейсмические зондирования Земли. И пущенная волна сейсмическая в каком-то месте она побежала быстрее. И ученые предположили, что это есть твердое, некое твердое тело. Они вычислили размер этого тела. Он оказался полторы тысячи километров в диаметре. И тогда было заявлено, что обнаружено ядро. То есть, как бы гипотеза подтвердилась. Однако Петр Поль уверен, расчеты ученых не совсем верны. Ведь для того, чтобы понять, как устроена наша планета, нужно проанализировать данные не искусственных, а природных землетрясений. Петр Поль составил график, на котором отобразил все естественные землетрясения, произошедшие на нашей планете за последние 40 лет. По этим данным, по всей Земле были взяты эти данные за период 40 лет. И построена сейсмическая модель Земли. Это вот. Здесь данные где-то полутора тысяч страниц каталога. И после, как была построена эта модель Земли, на ней четко проявилось, но не ядро, а именно внутренняя оболочка твердая. В ходе исследований ученый заметил, что мантия движется таким образом, словно она заключена в рамках одной области. Но как такое возможно? Дальнейшие расчеты поля показали, что мантия действительно зажата между земной корой и некой внутренней оболочкой. Было обнаружено то, что на полюсах эти оболочки соединяются. Это вот северный полюс, четко видно, и южный полюс. И характер этих аномалий, я называл это сейсмические аномалии, при полюсные, говорит о том, что наша твердая оболочка соединяется с некой внутренней оболочкой на, значит, в этих точках полюсов. Так исследования поля показали, что у Земли есть две оболочки, внешняя и внутренняя, и между ними зажата мантия. Но что находится под второй оболочкой, той, которая расположена внутри нашей планеты? Ученый утверждает, что под второй оболочкой огромное пространство, которое заполнено газовой средой. Все это говорит о том, что, значит, если существует твердая оболочка внутри, значит, должна существовать газовая сфера, то есть атмосфера. Такой вывод ученый сделал после того, как обнаружил внутреннюю оболочку Земли. Ведь если существует вторая оболочка, значит, она что-то отделяет. Но что? Более того, полученные полем данные о природных землетрясениях показали, что ниже этой границы нет никакой твердой среды. Здесь гравитационная сфера. Вот это ключевой момент в строении Земли. Это каркас планеты, энергетический каркас, именно сфера, которая удерживает все вещество и создает форму планеты. Дальше идет внешняя мантия, внутренняя мантия, потом идет внутренняя кора, опять же твердая оболочка, и внутренняя атмосфера газовая. И вот здесь, в центре, это я назвал информационно-энергетическая сфера. Это сущность планеты. Если эта теория верна, и внутри Земли находится информационно-энергетическая сфера, то она может быть неким центром управления, который запускает все процессы, происходящие на планете. Однако работает ли этот центр самостоятельно, или же получает команды извне, неизвестно. Что если нашей планетой кто-то руководит? Но кто? Инопланетный разум. Высшая сила, которая находится в просторах Вселенной или внутри всех планет и каждого из нас. Все больше ученые сходятся в одном. Наша Вселенная была создана искусственно. И если это действительно так, то это может означать, что жизнь на Земле появилась не случайно. Наша природа насыщена живыми существами разных форм. И вот поиск каких-то, может быть, необычных, которых на Земле предположить невозможно. Но могли ли эти необычные бактерии зародиться на Земле? Или они попали на нашу планету из просторов космоса? Но возможно ли такое? В поисках ответов на эти вопросы ученые обнаружили, что в природе существует единственный тип метеоритов, на которых долгое время могут сохраняться живые организмы, вопреки перепадам температуры и давления. Что если эти метеориты были космическими кораблями, принесшими жизнь на нашу планету? В углистах андритах есть такая теория о переносе с помощью метеоритов простейших живых существ, каких-то простых форм микроорганизмов. То есть ни высокая температура их не убила, ни солнечная инсоляция, ни ультрафиолет не справились с этой задачей. И они с одной планеты перенеслили из какого-то там астероида, где он летал на нашу Землю. Но если жизнь на Землю была занесена из космоса, то с какой планеты? Чтобы ответить на этот вопрос, еще в СССР развернули секретную программу по поиску внеземной жизни. Изучив параметры всех планет Солнечной системы, ученые предположили, что наилучшие условия для появления жизни существуют на Марсе. Но означает ли это, что жизнь на Землю могла быть занесена именно с Марса? А Марс, потому что там атмосфера все-таки есть. Вот Венера, там очень высокие температуры. Если взять Юпитер, там совершенно то же самое физико-химические параметры планеты, они совсем и давление, так сказать, такие, температурный режим, то же самое. То есть единственное, где возможна жизнь, это вот, скорее всего, на Марсе. Профессор Геннадий Сотников входил в группу ученых, которые занимались обнаружением живых организмов на Марсе. Однако прежде чем отправить на Красную планету аппарат, который смог бы обнаружить там живые организмы, необходимо было понять, может ли вообще существовать жизнь в жестких марсианских условиях. Там кремний, там песок, ну, в основном, вот, типа песков Средней Азии. Поэтому и вот в какой-то, сейчас не помню, была осуществлена экспедиция в пустыне Каракума, где брали вот эти вот образцы почвы, брали специальные стерильные мешочки, где потом эти почвы, этот грунт песчаный привозились в лабораторию института микробиологии. Мы ее исследовали. По специальному заказу группы ученых во главе с Геннадием Сотниковым была создана камера искусственного климата Марса. Температура в ней, как и на Красной планете, достигала минус 70 градусов. Сотников и его коллеги брали микробов и помещали их в эту камеру, где находился песок из пустыни Каракумы. Результаты экспериментов поразили ученых. Микробы не только смогли выжить, но и стали стремительно размножаться. Эксперимент показал, на Марсе может быть жизнь. Однако, чтобы заявить это с полной уверенностью, ученым необходимо было найти неоспоримые доказательства. Так было принято решение отправить на Красную планету советские космические аппараты, которые могли бы обнаружить на планете живые организмы. Это была секретная программа по глобальному изучению космоса, которой занимались не только биологи, но и военные. В 1968-м, примерно в году, наша станция была послана на Марс, и наши приборы по определению целого ряда макромолекул, ну, все эти наши приборы, они пролетели мимо Марса, и наша программа, в общем-то, закончилась неудачей. В 2009-м году российские ученые возобновили поиски внеземной жизни. Они исследовали метеорит, обнаруженный в Антарктиде еще в 1984-м году, и который, по их расчетам, попал на Землю именно с Красной планеты. Благодаря новейшим технологиям, ученым удалось обнаружить на его поверхности окаменелые останки бактерий внеземного происхождения. Были найдены окаменелые бактерии, ну, по крайней мере, структуры, которые похожи на эти окаменелые бактерии. И эти окаменелые бактерии, в общем, похожи на земные образцы. Это можно говорить одно из двух, что либо независимо произошли эти бактерии, и там, и здесь, либо они были принесены откуда-то, из какого-то, допустим, одного источника и на Марс, и на Землю. Неужели жизнь на Землю была занесена именно с Марса? Однако не все ученые придерживаются этой теории. Мало кто знает, что еще в мае 1924 года советский биохимик Александр Апарин предложил теорию спонтанного зарождения жизни на Земле. Ученый на собрании Русского ботанического общества заявил, что жизнь возникла сама по себе из бульона органических веществ. Тогда Апарин решил подтвердить свою гипотезу экспериментально. По его заказу сконструировали небольшую камеру. В ней искусственно смоделировали условия, при которых должны были зародиться первые живые организмы на планете. В середине 20 века были экспериментально получены сложные органические вещества. Их получили при пропускании электрических зарядов через смесь газов и паров, которые гипотетически совпадают с составом атмосферы древней Земли. Но усилия Апарина оказались безуспешными. И он был вынужден признать, что происхождение клетки образует самую темную точку в истории появления жизни. Апарин смог получить сложные органические вещества, но ему не удалось увидеть превращение этих веществ в живую клетку. Таким образом, теория Апарина так и не ответила на главный вопрос. О происхождении жизни на Земле. Таким образом, все попытки эволюционистов 20 века, целью которых было объяснить происхождение жизни, потерпели крах. Сегодня попыток синтеза белка уже не ведется, ибо невозможность воссоздания этой первоосновы жизни признана даже теми, кто считает себя сторонниками теории Дарвина. Так ученые определили, что процесс образования живого существа из неживой материи был единичным. И сегодня наблюдать подобное явление в природе невозможно. Именно поэтому все попытки в лабораторных условиях создать живую материю терпят крах. Более того, до сих пор остается загадкой, почему именно Земля – единственная планета Солнечной системы, на которой условия оказались самыми благоприятными для появления живых организмов. И кто создал для Земли такие идеальные условия? Например, гравитация с земным притяжением. Если бы оно было на сотую долю больше, то атмосфера Земли стала бы скапливать в себе большее количество аммиака и метана. И это сделало бы жизнь невозможной. Если бы оно было меньше, то атмосфера Земли потеряла бы очень много воды, и жизнь также никогда не возникла бы. Если бы Солнце находилось немного дальше от Земли, чем сейчас, то на Земле стало бы слишком холодно, и круговорот воды на планете был бы невозможен. Если бы расстояние от Земли до Солнца было бы чуть меньше, то на нашей планете стало бы слишком жарко, и в таких условиях жизнь также не смогла бы зародиться. Если бы уровень кислорода и азота в атмосфере был выше всего на 1%, то все процессы жизнедеятельности стали бы протекать слишком быстро. И это привело бы к гибели всего живого. А если бы уровень кислорода и азота в атмосфере был на 1% ниже, то все жизненные процессы замедлились бы, что также привело бы к гибели жизни на планете. Кто же рассчитывает, сколько бактерий должно быть на Земле, чтобы кислорода хватало всем? Чтобы его соотношение не уменьшалось, даже если число потребителей растет каждый день? Трудно поверить в то, что все эти процессы протекают самостоятельно, без чьего-либо вмешательства. Более того, ученые уверены, что нам, землянам, необыкновенно повезло в том, что у нашей планеты есть такой спутник, как Луна. Луна оказалась достаточно крупным и относительно близко расположенным космическим телом. Именно благодаря ей наша планета вращается с нужной скоростью. Однако так было не всегда. Луна, она не всегда была спутником нашей планеты. Она появилась совсем недавно. И ее появление, это связано с глобальной катастрофой, которая описана даже в Библии. То есть, всемирный поток. Я могу сейчас описать сценарий происходящих, ну, происходящего, допустим, с нашей планетой и с Луной, этого взаимодействия. До того, как Луна пришла к Земле, была, значит, притянута с Землей, она была спутником другой планеты. По одной из версий, Луна была спутником той планеты, которой сегодня в Солнечной системе не существует. Это космическое тело находилось между Марсом и Юпитером. Исследователи называют ее протоземля. И предполагают, что условия на второй Земле были очень схожи с нашими. Она была живой планетой, как и Земля, возможно, потому что она находится в поясе земной, поясе жизни, значит, в нашей Солнечной системе. На ней, возможно, были и моря, и океаны, значит, так же, как и у нас, и экосистема. И жили разумные существа. Эта версия получила название гипотезы гигантского столкновения. Согласно ей, более 4,5 миллиардов лет назад вторая Земля столкнулась с крупным астероидом. Из-за этого мощного удара от планеты практически ничего не осталось. Однако ее самый большой осколок ударной волной выбросила на орбиту нашей планеты. Этот осколок, по предположению исследователей, и стал спутником Земли Луной. Астрономы четко дают определение, что, оказывается, все кратеры на Луне одного возраста. То есть они прошли одновременно, фактически. А это может означать, что гипотеза столкновения второй Земли и крупного астероида правда. Более того, подтверждение этой гипотезы находится в древних источниках. Наши предки верили в то, что Луна не всегда сопровождала Землю. Согласно одной из легенд, Бог намеренно притянул рукой Луну к Земле для того, чтобы на нашей планете могла образоваться жизнь. Но если наши предки были правы, то это может означать, что мы являемся частью какого-то загадочного эксперимента. И что, если однажды тот, кто его устроил, захочет его остановить? Никто не гарантирует, что однажды жизнь на Земле прекратится. Ибо Творец, создавший законы функционирования Вселенной, способен в любой миг изменить эти законы. Совсем недавно ученые выступили с сенсационным заявлением. Землю окружают загадочные космические объекты. Астрономы называют их метеороиды. Впервые они были обнаружены в 1980 году. И с тех пор ученые вели за метеороидами постоянное наблюдение. Однако до сих пор исследователи не могут ответить на вопрос, для чего эти загадочные объекты появились рядом с Землей. Но самое удивительное в том, что в последние несколько лет число метеороидов стало резко увеличиваться. В 1980 году вокруг Земли вращалось 8954 видимых метеороиды. Тогда как в 2010 году они окружают нашу планету плотным кольцом. И число их составляет уже 498 700. Если хотя бы один из этих метеороидов вдруг отклонится от своей орбиты всего на несколько миллиметров, это может привести к необратимым последствиям для нас, людей. Вряд ли можно назвать случайностью такое скопление загадочных космических тел вокруг Земли. Что если это знак людям? Но о чем он нас предупреждает? Быть может, тот, кто создал этот мир, указывает нам на то, что эксперимент, в котором мы, земляне, принимаем участие, подходит к концу. Совсем скоро Земля может стать непригодной для жизни, и человечество задумается о переезде на другую планету. Земля — общий дом более чем для 7 миллиардов человек. Пищи и ресурсов хватит еще надолго, да и перенаселение пока что нам не грозит, если не говорить об отдельных странах. Однако ученые уверены, что вечно такая относительная идиллия не сможет продержаться, и пусть не в ближайшее время, но когда-то наша планета перестанет быть пригодной для жизни. Почему люди не осваивают другие планеты уже сейчас? Знаете такое выражение, пока жареный петух не клюнет? Вот и мы так же. Зачем куда-то лететь, если и здесь хорошо? На нашей планете комфортно, есть еда, вода и интернет, а на других планетах пусто, и они обещают большие проблемы. Интернета точно не будет. Так что для колонизации космоса нам нужна весткая причина. Ей может стать экологическая катастрофа или очень серьезный бизнес, возможность делать огромные деньги. Тогда на других планетах обязательно возникнут вахтовые поселения. А есть ли у нас выбор? Как ни странно, но выбор у нас есть, и довольно большой. Но для освоения планеты сначала нужно заняться ее терраформированием, то есть подготовкой для жизни. Терраформирование подразумевает под собой изменение климатических условий планеты, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Кроме этого, важна гравитация, не меньше, чем одна пятая от земной. Иначе человеческий организм просто не выдержит. Таким образом, можно заключить, что нам требуется небесное тело достаточных размера и веса с обязательным наличием воды. Давайте же рассмотрим топ-5 планет, которые может колонизировать человек для будущего поселения. Пятое место. Меркурий. Среди других объектов Солнечной системы планета Меркурий рассматривается как кандидат для колонизации. Лучше всего заселять район полюсов, так как там имеются ледяные шапки, пока что предположительно, и минимальные суточные перепады температуры. На Меркурии не будет проблем с энергией благодаря близкому расположению к Солнцу. Да и на полезные ресурсы эта планета богата, жаль только не на пищевые. К достоинствам Меркурия можно отнести наличие магнитного поля, которое сможет справиться с солнечным ветром и космическим излучением, хотя не так эффективно, как Земля. Но близость к Солнцу и отсутствие более-менее плотной атмосферы делают Меркурий не столь привлекательным в плане колонизации. Но и бонусным недостатком является продолжительность суток в 176 земных. Терраформирование в таких условиях просто нецелесообразно, поэтому придется обходиться колонией под землей. В любом случае, организация возможности проживания человека на Меркурии будет довольно длительной и трудозатратной. Из-за гравитации Солнца даже сам перелет будет чрезвычайно энергозатратным и опасным. Именно поэтому лишь пятое место. Четвертое место. Луна. Луна, да, это не планета, наиболее привлекательна тем, что полет к ней составляет всего три дня. И построить там базу не так затратно, как на других космических объектах. На спутнике Земли была обнаружена вода, небольшое количество которой обнаружено на полюсах. Собственно говоря, и все. Более Луна ничем не привлекательна, как место для переселения. К сожалению, среди всех рассмотренных вариантов терраформирование Луны, пожалуй, будет наиболее сложным. Она лишена и подходящей для жизни атмосферы и существенного магнитного поля. Так что от метеоритов и радиации защиты практически никакой. К тому же, нужно решать проблему всепроникающей лунной пыли, которая не только портит оборудование, но и проникает в легкие человека. В общем, для создания земных условий на Луне придется сильно постараться. Третье место. Венера. Она соседка Земли, и по совместительству одна из самых горячих планет в нашей системе. Всему виной плотнейшие облака, которые удерживают полученное тепло в атмосфере. Из-за этого средняя температура на планете составляет 477 градусов по Цельсию. Тем не менее, если решить проблему с облаками, то вполне реально получить в итоге условия, подобные земным. К тому же, добираться до Венеры гораздо проще, чем к любой другой планете. Венеру заслуженно называют близнецом Земли, так как их диаметр и масса очень схожи. Кроме решения проблемы чрезвычайной жары, человеку придется решать проблему с водой, которой на Венере не обнаружено. Но все же есть надежда, что где-то в недрах планеты она есть. Неприятен и тот факт, что без облаков Венера может оказаться подвержена радиации из-за слабого магнитного поля. Ученые уже имеют представление о том, как подготовить Венеру к активному терраформированию. Можно установить специальные экраны между планетой и Солнцем, которые снизят поток солнечной энергии, что позволит значительно снизить температуру. Менее изящным способом является бомбардировка Венеры кометами и астероидами, которые несут лед. Таким образом, колонизация Венеры вполне возможна, пусть и не в ближайшем будущем. Ведь сейчас для этих целей человечеством выбрана иная планета. Второе место. Титан. Спутник Сатурна не является планетой, но в наш перечень очень колоритно вписывается. Это одно из немногих мест в Солнечной системе, где на данный момент возможно существование жизни, кроме Земли, конечно, хотя бы в самой примитивной форме. Согласно актуальным исследованием, на Титане имеется углерод, водород, азот и кислород, все необходимое для жизни. К тому же, достаточно плотная атмосфера обеспечивает надежную защиту от космического излучения. На Титане есть все необходимое для жизнедеятельности колонии, от воды до возможности получения ракетного топлива. Титан очень привлекателен в экономическом плане, так как жидких углеродов там в сотни раз больше, чем всех нефтяных запасов на Земле. К тому же, все эти сокровища находятся прямо на поверхности спутника в виде озер. Человеку на Титане может навредить низкое давление, низкая температура и наличие оцианистого водорода в атмосфере. Без специальных скафандров на первых порах не обойтись. Неприятным фактором является и гравитация, которая ниже нашей в семь раз. Из-за этого наш организм может пострадать. А еще там нередко бывают сильные землетрясения. Первое место. Марс. Именно Марс претендует на планету, которую человек колонизирует первой. Красная планета подходит для создания жизнепригодных для человека условий, по словам ученых, на сегодняшний день в наибольшей степени. Неоспоримым преимуществом Марса является возможность производства пищевых ресурсов, кислорода и стройматериалов на месте. Это неоспоримый плюс перед другими вариантами планет Солнечной системы. Все это позволит осуществить задачу терраформирования, что в конечном итоге позволит создать земные условия. Человеку будет гораздо проще привыкнуть к марсианским суткам, которые составляют 24 часа и 39 минут. Животные и растения тоже будут в восторге. На Марсе точно есть вода. Это подтверждают последние исследования ребят из НАСА. А вода это жизнь. Она, правда, в замороженном состоянии, но есть предположение, что на Марсе обширные подземные запасы. Тамошняя почва при дополнительной обработке пригодна к выращиванию земных растений. Красная планета серьезно рассматривается как место для создания колыбели человечества на случай, если на нашей планете произойдет глобальная катастрофа. Правда, пока это далекая перспектива. А сейчас на Красную планету смотрят скорее как на место, где возможно проводить интересные исследования и эксперименты, которые на Земле проводить опасно. Среди главных проблем, которые нужно решать, выделяют слабое магнитное поле Марса, разряженную атмосферу и гравитацию, равную 38% от земной. Для защиты от радиации нужно создать нормальное магнитное поле, что при нынешнем развитии нашей науки пока нереально. С текущей атмосферой тоже придется что-то решать, так как она не удерживает ни тепло, ни воздух. Среднесуточная температура на Марсе минус 55 градусов по Цельсию. К тому же атмосфера Красной планеты не обеспечивает должную защиту от метеоритов. Так что пока не решится проблема с оптимальной атмосферой, придется жить в специальных жилых помещениях. Фактор более низкой гравитации подвергнет организм человека большим испытаниям, ему придется перестраиваться. Еще одной неприятностью на Марсе являются его знаменитые песчаные бури, которые сегодня очень плохо изучены. Однако уже рассматриваются различные методы решения этих проблем, когда организация жизни на многих других планетах пока выглядит как фантастика. Сегодня исследования Марса препятствуют дороговизна полетов. Конечно, ведь правительства всех стран считают, что лучше тратить миллиарды на вооружение, чем на покорение других миров. Так что будем надеяться, что мы успеем организовать на Марсе хотя бы города со своей атмосферой до того, как окончательно загадим Землю. Полет на Марс занимает около девяти месяцев, но в обозримом будущем намечаются разработки новых двигателей, которые значительно смогут сократить это время. Если сравнивать с полетом к Меркурию, то энергозатраты просто мизерные, не говоря уже о сравнении с межзвездными перелетами. В общем, Марс оптимальный вариант в плане соотношения пригодности для жизни и расстояния от Земли. Уже в ближайшие двадцать лет человек высадится на Марсе. Это будет большой полезный опыт в плане освоения других планет. Сегодня о массовом переселении землян и речи быть не может, да и необходимости пока нет. Но зато мы точно знаем, есть не одна планета, которая может стать нашим новым домом. На сегодня все. Понравилось? Поддержи лайком. А мы полетели дальше. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...